Пожар в центре города. Крупное возгорание произошло ночью. Загорелась одна из квартир жилого дома по улице Шелковичная. Жители не пострадали, но огонь уничтожил половину одноэтажного дома. В причинах пожара попыталась разобраться наша съемочная группа. У нас разбудили просто посторонние люди стуком в окна. Я выскочила, думала, ну обычно у нас балуются, ходят по окнам, стучат. Я выбежала, даже ночные сорочки, хотела поругаться, они говорят, вы горите. После такого ночного сообщения жители дома побежали тушить возгорание. Вначале пытались справиться со стихией сами. Когда я выбежал, по краю крыши был проложен рубероид. Сантиметров 30 от края, шириной 2,5 метра где-то был огонь уже. Рубероид провалился, растекался и уже все. Я понял, что своим силам тут ничего не сделаешь. К приезду пожарных расчетов кровля четырехквартирного дома была полностью охвачена огнем. Пожар уничтожил не только крышу здания. Полностью выгорели две квартиры. Спустя несколько часов после ЧП погорельцы разбирают завалы и сушат на улице уцелевшие, но залитые водой мебель и документы. По словам жильцов, версий случившегося у них несколько. Есть люди, которые просто поджигают ради своего удовольствия. И таких очень много. Он может отойти в сторону и стоять, смотреть, как люди бегают, и дом горит. Есть еще отселение. Чтобы меньше хлопот было с жильцами, поджигают квартиры. Чтобы выхода никакого не было, а чтобы что дали, то и получай. В лаборатории было, мы им пояснили, что это самое возгорание крыши было с краю. В объяснениях и везде писали, что это сам поджог. Дом на Шелковичной был построен еще в конце 19 века и использовался как подсобное помещение одного из саратовских бояр. Спустя время здание было переоборудовано под жилое. И сейчас здесь проживают четыре семьи. Несмотря на ветхость и возраст дома, аварийным он так и не был признан. А три из четырех квартир являются муниципальными. Сразу после пожара районная администрация предложила погорельцам временное жилье из маневренного фонда. Но люди отказались. Боятся мародерства. Убежище жильцам пострадавших квартир предложили соседи. Мы с ними прожили 30 с лишним лет. Как можно бросить в беде людей? Я не знаю вообще. Это вышли ночью, мы все переживали. Сейчас специалисты и представители администрации проводят ряд экспертиз. По их результатам будет принято решение. Если возможно, дом остановят. В противном случае здание признают аварийным, а людей должны будут расселить.